Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами сегодня девятую серию совещаний с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрим состояние и перспективы развития вооружённых сил, а также нашей оборонной промышленности. В ходе таких совещаний, как вы знаете, мы регулярно их проводим с 2013 года, мы оцениваем промежуточные итоги выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота, выявляем проблемные места, вопросы, которые возникают при решении сложной, комплексной задачи и, разумеется, намечаем меры по своевременному достижению поставленных целей. Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы и в 2016 году задания гособоронзаказа, вы знаете уже об этом, мы с вами обсуждали эти цифры, были выполнены на 97%. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейшего вооружения, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%. В целом, успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие систем вооружений, укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях. Достигнутые показатели – результаты эффективной и слаженной работы всех участников планирования, размещения и исполнения гособоронзаказа. Между тем, ряд проблем остаются, к сожалению, до сих пор нерешёнными. Поэтому, наряду с подведением итогов работы, особое внимание, как и делали в прежние годы, уделим системным вопросам, от решения которых будет зависеть успешная реализация заданий гособоронзаказа в текущем, 2017 году. Напомню, что в 2017 уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%. Я прошу руководства Минобороны и представителей оборонно-промышленного комплекса ориентироваться именно на этот показатель. Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на Западе и Юго-Западе, потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещания мы также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как известно, её разработка уже началась. Давайте приступим к работе. Прошу доложить о главных итогах выполнения гособоронзаказа в 2016 году и в ходе размещения заданий на 2017. Редактор субтитров А.Семкин